Приветствую вас. Вы знаете, я так понимаю, что вы очень расстроены тем, что у вас не получается найти своего специалиста. Но ваша, так сказать, ошибка заключается в том, что вы коррелируете стоимость и, скажем так, то, что вам специалист пройдет. Дорогой специалист не значит, что вам пройдет. Это не значит, что специалист плохой. Это значит просто, что специалист вам не прошел. И вполне вероятно, что дорогие специалисты из-за в том числе вашего отношения к деньгам вам не подходят. То есть, когда вы платите относительно большую сумму для себя, ту сумму, которую вы считаете большой, или ту сумму, которую вы считаете ощутимой. Вот. Ну, в данном случае это 3000 рублей. Вот. У вас начинается повышенное ожидание вероятного специалиста. Вот. Вероятно, вы попадались на таких специалистов, которые работают курсами, которые работают именно такими батареями занятий. Это от них не означает, что специалист плохой. Это просто значит, что вам методика этого специалиста не подошла. Я вам открою небольшой секрет, но, как вы называете, барыги, это люди, умеющие торговать. Психологи, если этот человек, если этот человек психолог, то есть имеет психологическое, гуманитарное образование, торговать не умеют. Скажу вам честно и откровенно, я торговать не умею. У меня это большая проблема. Проблема, там, продвижение услуг, проблема определенное в образовании цен и так далее. Да, то есть это все проблемы. Это все достаточно серьезные проблемы. Поэтому психолог, если он психолог, он не умеет торговать. Другой вопрос, что если человек, например, занимается частной практикой и, как бы, работает в кабинете, он обязан оплачивать очень много вещей, он обязан оплачивать очень много, ну, как бы, значит, очень много опций. Если человек здесь на сайте берет ту сумму, о которой вы говорите, то, опять же, вы соглашаетесь на эту сумму. Вы видите его цену, вы платите ее. Если вам не понравилось качество услуг, вы можете эту сумму потребовать назад и вам ее вернут. То есть мне кажется, что здесь вы больше не с точки зрения что-то выяснить подходите, а с точки зрения выместить злобу и негатив на тех людей, которые, по вашему мнению, вас обманули. Я вас понимаю, но ничего хорошего из этого, к сожалению, ни для вас, ни для нас не получится. Потому что те люди, которые вам не помогли, они, скорее всего, останутся при своем мнении, вы, скорее всего, останетесь при своем мнении. Правда, где-то посередине она заключается в том, что вам подход специалисту не подошел. Понимаете? Но это не значит, что данный подход не подойдет другому человеку. Это не значит, совершенно не значит. И то, что вы так обобщаете, то, что вы столько же лично выражаете относительно коллег моих, это, на самом деле, свидетельствует только о вашем эмоциональном состоянии. Если вы находитесь на грани самоубийства или в остром эмоциональном состоянии, то психотерапия вам не подходит. Не подходит психотерапия в случаях острого эмоционального состояния. В случаях острого эмоционального состояния подходит госпитализация, обращение к врачу, к клиническому психологу, к психиатру. Звонок по телефону, служба доверия, работы с кризисным психологом, обращение в психологический центр. Значит, запрос на санаторное, значит, проживание. Вот что происходит в случаях острого эмоционального состояния. В случаях острого эмоционального состояния возможно работать с психологом, но исключительно в контексте проживания. Психотерапия, как таковая, здесь заключается именно в помощи по проживанию человеком тех эмоций, которые он испытывает. Помощь включается в снятии эмоционального тонуса и накала у этого человека. В принципе, в принципе все. На этом, в случае острого эмоционального состояния, психотерапия сделать больше ничего не может. У нас есть НЛП, есть еще несколько методов, которые позволяют как бы человеку взяться в руки, позволяют не, скажем так, расклеиться, если можно так выразиться. Но, по большому счету, на мой взгляд, это очень эффективные приемы, которые ни к чему хорошему не приводят. Вот. Понимаете? Вы злитесь сейчас. Вы злитесь в очень растропанных чувствах. Наверное, вы не можете доверять сейчас никому из специалистов, я вас понимаю. Вы знаете, я сейчас могу сказать вам с своей стороны только следующее. Во-первых, у некоторых людей, например, у меня стоимость не 3000 рублей, а стоимость договорная. То есть, какая сумма вам комфортно будет, чтобы вы не чувствовали себя, там, допустим, обделённым, облоплощенным и так далее. Вы можете обратиться к специалисту ко мне или к любому другому специалисту, который работает так. На первом месте у нас специалист Игоря Литовича, насколько я знаю, который не берёт 3000 рублей за консультацию. По-моему, он берёт около 1000-1200, если что-то такое. Вот. И тогда, то есть, спросите себя, почему вы выбираете таких людей, таких психологов, которые берут достаточно крупную сумму денег, предлагают вам батареи занятий и не вникают в ваши проблемы на первом сеансе. Быть может быть, что-то вы делаете так, что не хотите решать проблемы, такое бывает. Такое бывает, когда человек выбирает специалиста так, чтобы не решить проблему, а чтобы лишь только ещё больше убеждаться, что он один на один с твоей проблемой, что он жертва, как вы сейчас выглядите, что ничего у него не получится. Понимаете, это всё может быть так, как вы говорите, и может быть, что некоторые специалисты действительно видят в этом коммерции, это всё так. Но эти специалисты найдут своих клиентов, а клиенты найдут своих специалистов, но если эти специалисты не подходят вам, то это не проблема специалистов, это проблема ваша, что вы продолжаете, как бы, тяготеть к такого рода специалистам. Не расширяете круг своих поисков, не смотрите на других специалистов, не подвергаете критическому анализу, значит, критерий, по которым вы выбираете специалисты и так далее. В целом, ваш вопрос, конечно, напоминает некую такую психологическую манипулятивную игру. Вы задаете платный вопрос за 1500 рублей, где пытаетесь проследить специалистов, скорее всего, зная, что люди, отвечающие вам, будут пытаться выглядеть в наиболее выгодном свете на фоне тех самых специалистов, которые вас обокрали или как-то так. Надеюсь, что вы сделаете ответ этого человека лучше. Чтобы не вызывать у вас недоверие, я хочу сказать, что мне лучший ответ не нужен. Мне хотелось бы, мне нужны деньги, но мне не нужен лучший ответ. Правда. Идея здесь в том, чтобы вы сами для себя разобрались, чего вы хотите, разобрались и по полочкам разложили, как вы пришли от своей проблемы к психологу, какими вы руководствовались критериями. И вот уже на основании этого выносить коррективы. Спросите себя честно, хотите ли вы решить проблему, свою проблему, вот хотите ли вы ее решить. Не боитесь ли вы ее решать, спросите себя честно об этом. Если боитесь, если боитесь, это все объясняет. Если не хотите, это тоже все объясняет. Но если вы хотите и не боитесь, или боитесь, но все равно хотите, то вам просто не повезло. Вам просто не повезло. Так бывает. Это не значит, что нужно сейчас тратить свои ресурсы, свою энергию, свои эмоции, свои деньги, свое время и время других специалистов, которые вам ничего плохого не сделали на то, чтобы обсуждать людей, которые вам не подошли. Я могу вам сказать еще кое-что. Что психологи выступают коллегиально. А профессиональная этика запрещает нам рассказывать негативно о коллегах. Поэтому никто, я боюсь, на вашу сторону не станет. А процедить, как я вам сказал, те, кто это делает специально, не получится. Потому что эти люди сделали свой выбор, и они этому выбору следуют. И никто не вправе их судить. Даже вы. Я понимаю, что вы потратили деньги, но вы можете эти деньги с них взыскать, если вы потратили. Я уверен, они вам пойдут навстречу. Но эти люди могут сделать свой выбор. И вы делаете свой выбор. Вот вопрос в том, учитесь ли вы, когда совершаете ошибки. Пока что, судя по тому, что вы злитесь, ну, не похоже, чтобы вы учились. Ну, это все на нем, я. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Субтитры сделал DimaTorzok. Удачи. Продолжение следует. Продолжение следует...